Друзья, всем привет! С вами Сан Саныч Богомолов и это 48 часов ем из доставки. Да, это реклама. В общем, у меня есть знакомый, зовут его Тихон. У него есть YouTube канал, Тихон готовит и путешествует, как-то так он называется. Короче, он технолог, работает в пищевой отрасли. У него есть знакомый, Михайлик, блогер, кулинар и еще у него своя доставка, Михайлик Китчен. Так вот, с этой доставки мы будем 48 часов питаться. Сделал небольшой заказ, завтрак, обед и ужин, будем питаться. Но начинаю я с ужина. Привезли мне доставочку в мой район, только к вечеру привозят. Так, на ужин у меня, друзья, будет карри из индейки с булгуром. Потом салатик вот такой, табуле. И вот эти трубочки. Трубочки вафельные, свареные, сгущенки. Я уже одну съел, если честно. И морса половину выпил одного. Это у нас какой? Морс клюквенный. Знал бы, надо было больше брать. Сказали вообще, карт-бланш, что хочешь, что заказываешь. То есть я сам на сайте сидел, выбирал, друзья. Это не... Ну... У меня есть, конечно, это... Хоть это и реклама, у меня есть все равно какие-то, знаете, грани там, что... Я мог, конечно, на пятнашку там заказать. И мне бы доставили, как некоторые блогеры делают. Ну куда эта еда пропала бы? Это у нас... Пене. Пене. Это морс... Нет, это морс клюквенный. Нет, морс пенами называется. Давай я попробую булгур. С кусками. Мне тоже может вот это отложить, и оно острое. Это не острое. Вот это может быть острое, сына. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Сейчас я попробую. Это вот кук... Это... Индейка... Индейка карри. А я настроиваю баланс. Это она, индейка, прям распадается. Это зеленый карри. Но вообще не острое. Сына, ты, кстати, карри любишь. Ой, люблю. Да, я ее люблю. Бери ложку. Я тебе булгур отцыплю тоже. Тебе кусочек, и мне кусочек. Пробую. Вкусно. Серьезно? Угу. Ставьте лайк, если вы тоже пробовали такую еду. Ставьте лайк, если тоже пробовали такую еду. Если честно, первый раз пробую индейку в соусе карри. Курицу пробовал. Я люблю карри. В зеленом карри, в желтом карри. Сколько грамм здесь? 300 грамм. А здесь сколько грамм? Индейка, булгур, лук, репчатый, перец болгарский, шпинат, сливки 22%. Крахмал картофельный, масло подсолнечное, соль, специи. Все. Соли, кстати, очень мало. Упаковано в ГМС. В генномодифицированной среде. Или газово-модифицированной среде. Угу. Слушай, куски такие добрые. Ну, я бы хотел, конечно, поострее. Думал, карри будет поострее. А вообще не острое. Но вот интересно. Там есть пак, сразу вот можно там на 5 дней заказать себе еды. И вопрос. Интересно, за 5 дней оно пропадет или не пропадет? Сколько хранится срок годности? А, вот, 5 суток написано. Ночь нормальная. Так, что такое сталат табуле? Друзья, это капуста вот обычная с зеленью. Интересно, необычный салат, наверное. Давай, вот так вот его раз. Тут лимончик в комплекте. И какой-то соус. Непонятная заправка. Ни разу в жизни, друзья, не ел салат табуле. Капуста белокочанная, грецкий орех, масло подсолнечное, лимон, соус соевый, зелень, соль, специи. Друзья, осторожно, возможно, попадание мембраны от орехов. Поняли, что пишут? Мембраны от орехов. Что ты говоришь? Нет, друзья, у нас найдет все такие вот сахарные трубочки. Сын больше всего ждет эти трубочки. Он даже готов есть булгур с курицей карри. Капусту, которую ни разу в жизни не ел. Чтобы только трубочки получить. Короче, этот салат можно дома легко готовить. Простой, свежий, летний. Теперь можно по десерту. Сын получил трубочку, побежал. Хорошая, вкусная, домашняя. Интересно, реально настоящую варенкой, да, начиняют? Начинка молоко сгущенное, с сахаром, вареное. Срок годности 72 часа у них. Ссылку ищите в описании, в первом закрепленном комментарии, друзья. Я с вами не прощаюсь. Завтра у нас завтрак, обед и ужин. Блин, вот если честно, прикольная тема, вот эти доставки. Очень разнообразно, вкусно. Ничего не надо готовить, и даже посуду не надо мыть. Только вилку надо помыть, смотри. Все, видишь, в таких контейнерах. Прям разогрел. Если бы я был холостяком... Вот ты бы пытался бомж обеданным. Почему? Потому что тебе вкатывают. Нет, если бы я был холостяком, я жил бы в Москва-Сити. На самом верхнем этаже, в пентхаусе. И заказывал бы себе готовые обеды. То есть, хочешь сказать, тебя семейная жизнь останавливает от пентхауса, да? Ну, конечно, все уходит в трубу. Ребят, не приключаемся, встретимся завтра. Так, на завтрак, друзья, решил запеканочку взять с вишней. И вафля картофельная с лососевым кремом. Это вот больше всего хочу попробовать. А это клап-сэндвич от Михайлика. Сам Михайлик лично своими руками его собирал. Ну, потому что его надо сразу съесть, а то он, если будет лежать долго, я думаю, не есть хорошо будет. Так. Что? Слушай, у нас такая вафельница вроде была, которая вот так умеет так же вафли делать красиво. Пахнет картофелем? Ага, это крем из лосося. Так, что это такое? Я вчера вечером Михайлику написал в телеграмм голосовой. Говорю, Михайлик, говорю, вот этот очень прикольный карри индейка с булгуром, но остроты прям ноль. Как ты это сделал, да? Не, он говорит, мы, у нас раньше, говорит, вот кальмар острый был, еще что-то. Говорит, но начали получать рекламации от людей, что вот если бы кальмар был не острый, мы по заказывали там. Ну, не так много оказывается людей, кто любит острое. Больше кто не любит острое. И они же не будут в минус себе работать. То есть поперчить можно самому. Смотрите, вот такая вот она вафелька, внутри картофель, зелень какая-то, да? Прям картофельное пюре как будто замешано на картофельном пюре. А вот соус, я до последнего боялся, я думаю, хоть бы не майонез, хоть бы не майонез. Это сметана с красной рыбкой. Однако неплохо выходит. А кто хочет бесплатно, друзья, поесть? Смотрите, какой прикол. Приведи трех друзей, накормим тебя бесплатно. Расскажи о нам, расскажи о нас, трем своим друзьям. Если каждый из них сделает заказ, вы получите бесплатно запас еды на сумму среднего чека трех ваших друзей. А, вот даже как, средний чек трех. А ваши друзья получат от нас приятный бонус. Ну и там все эти условия. Ссылка, друзья, на Михалик Китчен, конечно же, будет в описании, в первом закрепленном комментарии. Сделано с любовью, как говорится. Первый раз пробую вот такие вот картофельные, как картофельные вафли. Чем прикольная тема доставок готовой еды? То, что ты заказываешь в основном такую еду, которую дома... Ну, может, кто-то заказывает, который дома сам готовит, но я в основном... То есть я, когда делал заказ, я думаю, так, вот это я точно дома не приготовлю. Вафля. Картофель, лук репчатый, яйцо куриное, мука пшеничная, масло подсолнечное. Крем-чиз. А-а-а! Смотрите, лососевый крем. Это крем-чиз идет, лосось, сливки 22%. Поняли? Это... Я думаю, что за сметана такая деревенская у них, плотная? А это ж крем-чиз. Который в роллы добавляют, да? Хотелось бы, чтобы побольше красной рыбы лежало. Понятно, если больше рыбы, то она не будет такой стоимости. Это тоже 72 часа хранится. Что-то 5 суток хранится, что-то 72, поэтому надо смотреть. Вот запеканка 5 суток может храниться. А клубный сэндвич? Вообще 48 часов. Видите, не зря я его сразу взял. Так, сэндвич от Михайлика. Смогу ли я на завтрак его осилить? Хлеб пшеничный, куриное филе, яйцо куриное, бекон, салат айсберг, помидор, сыр эдам, соус цезарь. Что-то я размахнулся. Не, ну надо съесть. То я не доедаю. А, подожди, он тройной. Я думал, это знаешь, обычно, обычно, друзья, когда вот в такой вот упаковке берете, там лежит 2. Скорбей, ты знаешь, там всегда как бы, ну, 2, 2. То есть, 1-1, и получается, 4 хлеба. Короче, я запутался, должно быть 4 хлеба. А это просто один мощный. Вот она, грудка, помидоры, а вот в том слое бекон, яйцо. Вот просто одним вот таким можно наесться. У Ленин-Гуновской раствовали ремушки на 64 миллиарда рублей. Говорит, нет никаких ремушек на 64. Но они же нашли, раствовали. О новости, у Блиновской на 64 миллиарда. Мне даже сложно представить такую сумму в голове у себя. Ну, это очень много. Это много, что даже тяжеловато представить. Это настолько много, это... Сказали, это бюджет какой-то там европейской страны. Да, я только что хотел посмотреть в интернете, какой бюджет этой страны. Это бюджет нескольких российских регионов. Не нескольких, а половина, наверное. Ну-ка, ну, допустим, бюджет области напиши. МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 23-й год. А, не, ну вот Московская область 79 ярдов. Ну, это область, это самое... у нас огромное... Ладно, давайте я скажу, Приморский край, мой Дальний Восток. Бюджет Приморского края 23-го года вернули к первому чтению с учетом дополнительных 15,8 миллиардов рублей. А, это пустыня. Я, короче, не понимаю в этом. Короче, много. Ну, а что копаться в чужих деньгах? Ну, с другой стороны... Ну, если они это написали, я же не копаю. Не, 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 с другой стороны, не, я про журналюк, я не про тебя, я не про тебя, я про журналюк. Ну, с другой стороны, вот, Хованский, да, Садствуем небесное. Ты что такое говоришь? Ну, он так мог бы сказать. Ты увидишь, да. Вот Хованский, когда с ним видосы снимали, и что-то он нас, он мотора отправил, в этот, в магаз. А я говорю, мотор, обязательно принеси мне чек. Я говорю, а ты что, налоги списываешь? Он что-то сказал, я не помню, то ли да, то ли нет. Списывать на представитель, на расходы, я поняла. Но ИП не может списывать налоги. А у него может, ну, ну, не важно. Они, короче, что-то зацепили за эту тему. Я говорю, ты что вообще налоги платишь? Да. Получается, у него ОСНД списывают. И что? Нет. А он сказал, это мне для отчетности вроде. Он говорит, да, я налоги плачу. Он говорит, а ты, Саныч, платишь налоги? Я говорю, конечно, плачу. Он говорит, правильно, это грамотная тема, говорит, потому что скоро начнут всех трясти. Это Юра говорил еще три года назад. Я тоже на стримах неоднократно говорил знакомым всем блогерам, говорил, чуваки, заводите эти. Ну там, ИП открывайте еще как-нибудь. Ну, она тоже ИП открывала. Да, кстати, она же тоже ИП открывала. Сэндвич клубный. Бесподобный. Хороший, вкусный, мощный. Ничего лишнего. Никакого там прям майонеза вот этого. Да, этот соус, Цезарь, он же на основе майонеза делал. Очень, его так мало, что даже этот хлеб не размок. Ну, плюс там так как-то продукты компонуют, когда эти сэндвичи собирают, чтобы жижа не прилегала к самому хлебу. Так, ну и, конечно же, запеканка. Надо еще сыну запеканку половину ровно дать, чтобы он спустился и скушал. Слушайте, я не знаю, из чего эта запеканка сделана. Она очень нежная. Да, даже видно, что она нежная. Она во рту прям так тает. С нечем возникать вкусно. Мне кажется, да, потому что здесь походу теста вообще нету. Но муки. Да, смотри, творог, вишня, сметана, сахар, яйцо, масло сливочное. А, вот, в конце, в самом, я понял, мука рисовая. Рисовая мука. Она же нежная. Пипец, это рисовая мука. Воздушная. Вот оно что так. Секретная тема. Рисовая мука. Вишня. Кето. Да, кето. Вишня огромная. И не сладкая. Была бы миндальная, была бы кето. Так, ну что, Михайлик Кичин радует, кормит Саныча. Попытаюсь с ним договориться, скажу, Михайлик, давайте там, раз это, в квартал, в инстаграм, там, в телеграм, еще куда-нибудь, в сообщество. Будешь бедного блогера подкармливать, а то смотрю, там бомберы вообще просто, там эти доставки к нему, вот, караваны отправляют. Бомбер, мне молодец, нравится. Я помню, мы все были у кореша, Жеки, который татуировщик, у которого тоже глаза забиты. Жека сейчас в Штатах, кстати, двигается. Я посмотрел, вот так попался, он мне в свою там студию, это, тату открыл. Молодец, чувак. Короче, мы что-то там снимали видео, а бомбер до этого там куролесил, они там все, все что-то там вроде в бутылках, мы еще засрали там, когда готовили. Он говорит, так, не волнуйтесь, сейчас все сделаем. Заходит в инстаграм, открывает эти клининговые службы, вот эти модные московские, пишет, здрасте, я блогер, забор покрасьте, приедете, уберете себя в сторис. Да, все, все, договорились, приехали. Пусть к нам тоже кто-нибудь приедет убраться, генеральную уборку. Вот, ты, я тебя в сторис отмечу. Ребят, не переключаемся, встречаемся на жирнющем обеде. Нанырялся, друзья, гонял нырять на водохранилище, глубина там 35 метров, ну я на 35 не нырял, метров 12, холодно, прям, ну, на поверхности тепло, а вниз уже опускаешься, очень холодно. Так, на обед, что у нас от Михайлика? Холодник. Кто-то в комментариях писал, Саныч, а у вас вообще в России холодник-то едят? Конечно, едят. Вот он у нас, холодник. Потом, котлетка из рыбы, да, биточки рыбные с рисом и салатик. Салатик у нас с куриной печенью. Печень куриная, листья салата, помидоры, огурцы, перец болгарский, соус, в скобках, мед, масло подсолнечное, горчица зернистная, соевый, соус, уксус, яблочный, соль. Мне кажется, это офигенный салат должен быть. Пахнет свеженько. Ну, я бы огурцы, конечно, в отдельную плошечку куда-нибудь поместил. Или от огурцов вот эту вот серединку бы вырезал, только чтобы они сок не давали. И сколько он... Ё-моё, печень вылетела. Так, он хранится пять суток. 50% успеха салата это правильный соус. Мед очень четко сочетается с горчицей. А еще это можно сделать теплым салатом. Если, допустим, полезли, да, все эти овощи и теплую печень сверху выкладываете. Холодник. Это что-то типа, это что-то типа окрошки, да, только заправляется вот такой вот штукой. Состав. Ветчина, картофель, редис, огурцы, салат, яйцо, петрушка, укроп. Все. Вот оно. Это заправка для холодника. Состав. Кефир однопроцентный, йогурт термостатный, свекла, уксус винный, белый, соль, лимонный концентрат, сахар, хорен. Я как-то готовил сам холодник. Как будто окрошку залили кефирно-свекольным соусом. Ну, жаркую погоду хорошо. Но мне все-таки классическая окрошка больше нравится. Еще свекольник я пробовал холодный. А это, да, это как окрошка залита кефиром вместе со свеклой. Необычно, но на любителя. Ну, разнообразить свое меню в жаркую погоду. Если вас уже окрошка достала, почему бы и нет. Но я бы второй раз холодник бы не заказывал. Не моя еда, как говорится. Моя еда это вот биточек рыбный. А чем биточек отличается от котлеты? Давайте загуглим. Котлеты имеют более плоскую форму. Биточки же вытянутые и довольно высокие, почти круглые в разрезе. Котлеты только обжариваются или доводятся после обжарки в духовке. То есть их поверхность имеется относительно сухую золотистую корочку. Биточки же имеют выплылкую форму, могут обжариться или запекаться. Но после обязательно заливаются соусом или доводятся до готовности уже в нем. Вот сюда прям какой-нибудь соус напрашивается. Красная рыба, сухари, может быть хлеб. Ну-ка. Лосось, ментай, сало свиное, лук репчатый, хлеб, масло подсолнечное, сухари панировочные. Во! Я читал про рецепт, когда в рыбные котлеты добавляют сало, чтобы они были посочнее. Вот этот вариант. Вот рис вообще никакущий. Вот он какими-то специями сбрызнут. Да, ну каждый сам себе доводит. солью, там, соусом, соевым соусом. Я бы соевым соусом его полил, тогда бы вкусно. А еще он такой тверденький, потому что если его вроде доваришь до конца, он потом в кашу превратится. После нырялки аппетит просто дикий. Плохо у меня в этой раскадровке нет сколько что стоит. Когда блогерам привозят, там написано 0 рублей, 0 рублей, 0 рублей. Надо на сайт лезть, смотреть сколько салат стоит. Вот он не из бюджетных вроде. Это бюджетный, это колслоу, у меня там витаминные вот эти все дела. Так друзья, не переключаемся, встретимся с вами на ужине, но я еще взял перекусы себе всякие. Сейчас чайка с трубочками долбанем, да. Холодники еще не успели провалиться, а я уже хочу вот этих трубочек с кремом. Каждый раз, когда эти трубочки ем, вспоминается фильм, называется он Спи или Большой, в нормальном переводе называется вроде Большой Куш. Они короче доедают вот эти эклеры и внизу фотография под эклерами. Им кто-то позвонил, в дверь постучался ребятам, оставил эклеры, они такие ой, эклеры типа начали хавать, потом съедают и в конце там кое-какая фотография была. Трубочка с кремом, трубочка из слоеного теста, масло сливочное, а не соленое, крестьянское, даже вот написано, представляете, какое масло в составе, он заморачивается. Крем белковый, пробуем. классическая тема. А, это не эклер, эклер это же другая штука. Ну, короче, в фильме там большой куш, вот такие трубки принести тоже. Они не новые, они эклеры, короче, неважно. во. Ну, раз открыл, друзья, надо съедать все. Крем внутри нежный, ну, типа взбитых сливок что-то. Все, пойду отдыхать, в гамак лежать. У нас ужин. Салат витаминный. Капуста, белокочанная, морковь, масло подсолнечное, петрушка, укроп. Любимый салат Хованского, Хованский бы сразу сказал не то. Тут еще должно быть яблоко вроде витаминным. Но это самый простой салат. Проще уже, наверное, только не придумать, если только не капусту есть. Хотя вот с капусты был офигенный салат капуста с грецким орехом и соусом. Прям супер мощный. Все решает соус в салатах, как ни крути. Но это уже бомж обед у меня какой-то. Не соленый. Вообще ноль соли. А, если бы посолили, то капуста бы квашеная, наверное, стала. Не буду солить. У меня отказ от соли. Смотрите, запеканка. Я думал, что она просто картофельная. Вот снизу слой картофеля идет, потом идет слой мяса, а сверху идет, я такое только в детском садике ел, и, а, нет, опять картофель идет, и сверху небольшой слой яичной темы. Как яичная запеканка сверху для нежности. Однозначно плюс, что блюдо вообще едва досолено, и каждый сам себе может досолить. пять суток хранится, 300 грамм. Свинина, картофель, молоко 2,5%, яйцо куриное, сметана 15%, майонез, лук репчатый, масло сливочное, соль. Прикольная вот эта запеканка. Нежная. Короче, я не наелся этой запеканкой. Она 300 грамм, на одного человека с салатом это было бы хорошо, но я с Карабейкиной отдал большую свою часть. Вот так вот. Я когда делюсь едой, я всегда замеряю. Это меньше свою часть отдать. Тебе всегда так кажется. Кто отдает, он кажется ему, что он больше отдает, а кто принимает, ему кажется что меньше дали. Это такое. курица по-тайски. Ну вот остроты. Надо остроты для тайского. Хотя у меня есть там всякие шерача. Ничего я храбрюсь, ребят, я от острого уже потихоньку соскочил с этой острой иглы. Но иногда хочется остренького. Курица, морковка, кунжутный соус, лук карамелизированный. Это такое наше интерпретация курицы по-тайски. Вот эти вот макарошки маленькие. У нас ребенок вот такие же я покажу. Да. Вот он такие же кушал сейчас на ужин. Я в Таиланде таких маленьких макарошек не видел. Ну почему мы там покупаем? Просто они такие не едят вроде. Сами тайцы да, маленькие ни разу не едят, чтобы ели. но у них есть похожая лапша. Помнишь, мы как-то разбрали? Она тоже мелкая такая. Они ее жарят. Она то ли рисовая, то ли бамбуковая какая-то там, я не знаю. Слушайте, вкусно. Соевый соус, там сахар в соусе, да, курица, вермишель, перец болгарский, лук, репчатый, морковь. А, это соус терияки. Масло подсолнечное, крахмал, картофельный, кунжут белый. Это соус терияки, думаю, что-то знакомое. Короче, по-домашнему. Так. Так не делай на стуле никогда. Может сломаться? Не может, он сломается. А я думаю, почему у нас все стулья расшатанные? У меня такая привычка на стульях качаться. Ужасная привычка. Я первый раз в жизни покачнулся. А может, нет, не знаю, я за собой не замечаю этих привычек. Привычки, они чем плохие, друзья, чем? Тем, что вы можете не замечать за собой какую-то вещь. Вкусное домашнее блюдо. Курица по-тайски. Конечно, не по-тайски. Это все для человека, который 12 лет прожил в Таиланде. Но что-то отдаленно азиатский мотив какой-то есть. Вот если с рисом ее сделать, тогда она еще больше на тайский будет похожа. И давать еще в комплекте какой-нибудь острый соус такой. Раз залил это все. Как в Таиланд приходишь, смотришь на этих тайцев. Они вообще такие отмороженные. От одного взгляда язва уже просыпается у тебя. Садятся, заказывают суп. Они еще даже на вкус не попробовали. Острое им принесли. Сильно или сладко. Короче, сильно или не сильно остро. Он просто еще до рта ложку не донес, он сразу тянется, такой поднос там у тайцев стоит. Такую сыпучую острую. Я бы видела там такая ложка еще глубокая чайная, не такая как у нас, а такая. Как для мороженого. Да. Типа такая ложка как для мороженого. Она берет себе такие две ложки и посыпает, я смотрю, мне уже дурно. И это не все. Поэтому она берет соусы. Да, сначала сухой перец красный, который перемолотый вместе с семечками, он жесткий. Это очень. Его высыпает, потом начинает, уже у них есть второй соус, тоже перемолотый красный перец, но не сухой, залит каким-то маслом и он такой, получается из-за того, что он в масле, он все свои соки отдает и вот он жирный такой. Еще вот этого закинула, еще других паст, размешала. Там такая смесь уже даже не красная, а знаете, больше на нефть похожа на какую-то такого, ближе к черному цвету. И все. Сидит девочка, кушает спокойненько. Еда же не дурно. Вообще не дурно. Причем это официантка, она вышла, официантка, она вышла с кухни, у нее было время ужина. А, это официантка ела? Да, она себе с кухни принесла вот этот суп с лапшой. То есть она себе его сама налила и у них там столик есть в конце у бабки, где они там всякие травы раскладывают. Администраторский столик. И она, короче, я смотрю, думаю, как она сейчас есть будет. И она берет, начинает себе раз ложку насыпала, два насыпала, потом берет этот соус, там, по-моему, ширача тоже стоит. Раз себе ширача налила, еще, еще. И это не только работник заведения, там, то есть любовь, каждый второй тайец. Так они потом с детьми так же сидят, и видела, семья пришла, они ели вот такой суп, он уже был красный от перца, и с ними детки сидели, ну, типа, до года, может быть, год. И она вот так вот... Бульон. Бульон ему давала, прикинь, мне дурно стало. Ну, получается, если ты, наверное, с детства, с детства эту остроту ешь, ты ребенок ел, что самое интересное. Скорее всего, у азиатов, именно у тайцев, наверное, ферменты какие-то, ну, вырабатываются, которые расщепляют эту остроту. И они с детства едят, и для них ничего удивительного нет. Друзья, не переключаемся, встречаемся на вкуснейшем завтраке. Как приятно, когда готовить ничего не надо. Очень вкусная запеканка. Да, запеканка мощная. Берите запеканку вместо курицы по-тайски. Курицу по-тайски я второй раз, честно, не взял. А вот запеканка, это прям масс-хэв. Я бы три таких вточил. Завтрак, друзья. Что у нас на завтрак можно отведать? Остался у меня, вот посмотрите, оливье. Что-то я капусту это и набрал. Понимаешь, я экономил деньги, не свои. Это же я заказ выбирал. Я мог, говорю, хоть на 15 тысяч набрать. Нет, я хотел просто посмотреть. У меня тут есть и дорогие салаты с печенью, и вот капустные недорогие. Но они так обыграли эти капустные салаты, что это за это респект. Такие заправки сделали. Во, на обед я буду такой есть. Крем-суп с креветками и все это закушу в тучине с креветками и кальмарами. Мне кажется, это супер будет. Да, рыбный день, да? Получается. Так, а на завтрак я сейчас возьму, наверное, блинчики с ветчиной и сыром. Во. Блинчики, ветчина и сыр. Это, наверное, один из самых популярных начинок или самых любимых, потому что есть с этим смаком такая начинка и с сахаром. Она редкая, но прикольная. С творогом самое распространенное и ветчина и сыр. Мы с маком ели. Да, мы с маком вкусные. Мы в разбуке брали. Ага. Но ветчина и сыр я в университете брал. Я люблю с вишней. Угу. Блинчики такие нежненькие, тоненькие. Видно, что на молочке замешивали. Сырок тут какой-то. Не пойму. Как будто два вида сыра каких-то. Последний раз брали блинчики. Нет, это не два вида сыра. Это сыр гауда и майонез. Как вообще топ? Это, друзья, сыр гауда, эльгауда, гауда и майонезик. Я думаю, это плавленый сыр еще добавлю. Так, надо свой компьютер для подводной охоты взять, поменять батарейку в нем. В следующий раз нырять поеду. Посмотреть, на какую глубину заныриваю. Раздобыл тут местечко для ныряния, друзья. Щуки вот такие водятся. Ну, в воде кажутся вот такими они. Конечно, вода чуть увеличивает. С ружьем бы ее бах-бах пострелять и котлет щучьих наделать. раков вообще не видел. Мужики там сказали, кто сидит там местные. Ночью за раками ныряют. Да? Да. Ну, я знаю, как бы я страшно ночью нырять. Ну, Виталик у меня знакомый, он с фонариком ночью они тоже ныряют за осьминогами по ночам, ночью. Это ладно. Там мужики, они говорят, да все, давай зимой тоже приезжай, будешь нырять. Они зимой подлет ныряют. Я говорю, а как вы обратно? По линию, по веревке нормально выходим. Я говорю, что-то сломало или что произойдет под водой и тебе срочно надо всплыть. а по, ну, этот, выход по линию ближайший там в 50 метрах или в 100. И как-то у тебя с кислорода нету и ты пойдешь. Ну, это с баллонами там ныряют зимой. Вот тебе резко надо всплыть. Ну, что-то у тебя случилось. А, ну, тебе может инструктор будет давать подышать своим. Ну, это, это с жопой, это страшно. Состав. Три блинчика. Мука пшеничная, яйцо куриное, молоко 2,5%. И в принципе, сравнивать с другими доставками у Михайлика не такая огромная цена. их готовят по-домашнему. Как бы, а какие-то блюда ресторанные. Так что так, друзья. Всем уно. Встретимся на обеде. Друзья, кто собирается сейчас поесть или уже ест, приятного аппетита. Так, салатик на обед оливье и вот такой вот интересный крем-суп с креветками. А второй у нас фетучини с морепродуктами. Давайте с крем-супчиком начнем. А это морс из смородины. Вода, черная смородина и сахар. Радует, что после воды идет не сахар на первом месте, а черная смородина. Поэтому они не такие не супер сладкие эти морсики. Разогрел полторы минуты в микроволновке. Что интересно. О, сразу пахнет каким-то брокколи. Почему бы суп не делать в кругленьких площадках, а не вот в таких? Может, с целью логистики удобно вот так одну на одну ставить? Ну, давайте попробуем, что это такое. Посмотрите, кривитосы какие. Один, два, три, четыре креветки. Четыре, пять. Вроде пять. Пять креветочек. Нежно-кремовые. Что в составе? Креветки, брокколи, капуста цветная, картофель, морковь, лук репчатый, сыр творожный, сыр плавленый, дружба. Вот куда дружба пошла. Я когда упаковку вскрыл, сразу почувствовал брокколи. Сюда еще греночек. В комплекте маленькую пачечку греночек, беленьких, и будет очень приятно людям. Креветка хорошая, хрустящая, не с ноготочек, такая, нормального размера. Хорошая консистенция, настоящего супа-пюре. Влетел как родной. Опять креветка. Где кальмар обещанное? Тут вот написано, что креветка и кальмар. Ну, хоть убей, не вижу. Может, забыли кальмар положить? А-а-а! Вот он, короче, он с макаронами. Он с макаронами слился, этот кальмар. Тоже, да, 300 грамм? А, 250. Черрики. Вот эти макароны называются фетучини. Креветочка, черри и кусочки кальмарчика. Все это в соусе теста у нас. Кальмарчика чуть меньше, чем креветки. Еще это все в сливочном соусе. Молоко, сливки. Вчера вот ел эту курицу по-тайски. Вот если бы она была вот с такими макаронами, каждому свое. У меня просто вот эта вот мелкая как она, паутинка, она у меня что-то вот как будто из детского садика. ее прикольно, когда нечего есть, вообще ничего нету. Берете эту паутинку на сковородку прям сухую, прокалили чуть-чуть, маслица, доливаете водички, кубик куриный туда. Прямо на сковородочке ее сделали. Вот это вот тема. что-то, друзья, какое-то переедалово многовато. Будто где-то у бабушки в деревне и она взяла вот так варенье, достала свое вкусное вот это настоящее, которое пахнет летом смородина из колодезной холодной водички тебе развела еще булочку или пирожок какой-нибудь как вкуснятина. Так, я обязан чуть-чуть попробовать оливьешечка. Остальное все скорбейкиное оставлю, потому что я уже, я чувствую, я наелся. Опа, а здесь майонез отдельно в такой плошке. Ну-ка, на вкус какой майонез? Какой он вкусный. Провансаль. По вкусу провансаль. Я, конечно, не специалист. Состав картофель, ветчина, морковь, огурец, яйцо куриное, горошек консервированный, майонез 67%. Дампека новогодняя добрая оливьеха. Сказал, скорбейкиное оставлю. Вот так вот, чтобы казалось больше. Все, это ей. Слушайте, надо это. Друзья, давайте, заказывайте, заказывайте, прям по моей ссылке переходите, заказывайте в офис, там, еще куда-то, чтобы потом Михайлик конверсию посмотрел, сказал, блин, от Саныча неплохо так все. От Саныча неплохо, народ пришел. Давайте-ка мы ему еще зашлем еды. Но уже не на основной канал, а так. В сторис, в инстаграм, в телеграм, рекламку. Работаем за еду. Ваше здоровье, друзья. Не переключаемся, встретимся на ужине. Я вчера в ночи медовик съел. Сели кино смотреть. Как он? Какой-то сериал трехсерийный по мотивам 12 негритят. Я уже 500 раз эти 12 негритят смотрел, но было тоже неплохо посмотреть. Было тоже интересно посмотреть. И что-то чайка налил, захотелось сладкого, пошел в холодильник, отрыл, взял этот муравейник от Михайлика. Каждый раз хочу сказать от Сталик. Михайлик, Сталик, как-то созвучно. Я муравейник, знаете, из чего сделан? Такие кусочки мне показалось, как будто вот вафли, когда выпекали, кусочки вафель остаются. Если это так, напишите в комментах, Михайлик. Ну, или я сам узнаю. Мне показалось, ну, и потом вечером вам скажу. Короче, мне как показалось, что это прям вот вафли, вот эти трубочки, которые делают, кусочки боя остаются и их потом раз вместе с медом сверху маком посыпано. Вот так вот просто. Вот такой вкусный, прям рахмет. Все. До ужина. Ленина, гречка, лук репчатый, горчица, майонез 67%, масло подсолнечное, соевый соус, петрушка, соль. Это для соуса вот этого свиного. Вкусненько. Там у меня удон еще есть, курица, но я еще что-то в свинину взять. С гречкой. Надо было больше рыбы брать. Рыбных котлеток, бельточков, мясо. Ну, не надо ее. В тарелку не суй мне эту. привет, передаю. Блохастую. Всем привет. Я Марусита. Она сейчас хвост засунет не обезду. Ты с этой маруситой. Так, свинина с булгуром в луковом соусе. Вот надо было с булгуром. Хотя, не, гречка тоже вкусная. Свинина с гречкой в луковом соусе 222 рубля за блюдо. Свинина с пюре в луковом соусе 222. Видит Бог хотел поесть здоровую пищу. Так, с булгуром тоже 222. Нормально? Надо эксперимент провести. Вот, допустим, посчитать, сколько вы тратите за неделю еды. Ну, денег на еду. Допустим, вы работаете в пятидневку. На обеде ходите какой-нибудь бизнес-ланч или с собой что-то из дома в контейнерах приносите. Я в контейнере приносил еду в основном. Но из дома она же не бесплатно берется, вы ее готовите. Поэтому интересно, вот, допустим, один человек на неделю сколько бы еды тратить на еду. Ну, так, в среднем посчитать. Есть готовые рационы. Тут вот есть уже готовые рационы. где они тут? Наборы. Вот они. Набор. 1800 калорий. 5 дней 5500. Ну, тут вы получаете разнообразный рацион. То есть, не так, как на этим... Не, бывает, кто-то больше наварит и 5 дней ест. Я вот, ну, не могу. Мы по чуть-чуть супчика варим. Ну, невозможно одно и то же есть там. Это монодиета уже какая-то. Да, вот на 2 дня варим. Не, много таких историй слышал, что чуть ли не 5 дней, не неделю один больше могут есть. Это у меня мама так делает. Да? У меня мама любит на 5 дней сварить. Ну, вот, ей нравится, может быть, такое. У нас максимум 2 дня, если 3-й день, то его уже никто есть не будет. Зажрались мы или хочется разнообразия? Ну, как бы... Нет, как-то... Нет, вот если бы солянку сварить мясную, вот я бы ее 3 дня смогла. Да, солянка, да, да, да. Солянка 3 дня хорошо идет. Жир. Даже 4, а возможно и 5. Что-то 48 часов пролетели, друзья, незаметно для меня. Надо было неделю питаюсь из доставки. Очень вкусно и самое интересное, что не надо заморачиваться. Достал из холодильника, кинул в микроволновку, все, всеми благами человек... Да, мыть не надо. Раз в этой упаковке... И готовить не надо, выжаривать можно. Выжаривать время. Нет, это хорошо для таких людей, кто вот... Да, для любых хорош. Да, для любых, да, кто готовит, готовит, как бы, ну, время много высвобождается, согласись? Да, потому что... Нет, иногда прикольно самому что-то приготовить. Ну, никогда это все время, каждый раз, три дня по неделю, сначала ты готовишь, потом моешь, прошло два часа, тебе надо идти ужин уже готовить. Да, вот у меня, у нас один знакомый есть, вегетарианцы. Ой, там вообще много... Да, вот если для нас, для обычных людей, ну, они тоже обычные, ну, в плане для мясоедов, да, которые все едят, и рыбу, и рыбу... Да, она может... Два по три часа готовит один прием пищи. Вот, ребят, у нас там сготовить бывает, ну, порезал что-то чуть-чуть, там, 30 минут, ну, максимум час, это какой-то супер там... А вот она, вот, подруга, готовит, получается, одно блюдо, там, три часа, я помню, да, где-то четыре, может, что-то там... очень сложно... Все сложно, и каждый день это надо придумывать, вот так изгаляться, так что нам, мясоедам, грех жаловаться. Кусок мяса кинул, зажарил, съел, все. Все, ты сытый доволен, господа, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх, всем желаю питаться вот так вот, чтобы всегда был достаток, холодильник открыл, микроволновку закинул, ну, блин, я бы вот, если бы, знаете, как бы даже сделал, если бы, ну, это холостяцкая тема, огромный морозильник себе, и вот как в Таиланде, вот эти блюда замороженные, только вот эти же блюда, по-любому же какие-то можно заморозить. Есть достатки, я сейчас посмотрела, заморозку привозят, там суп, он в пакетике налит, таком, а он замороженный. Ну, вот этот тоже можно заморозить, и все. Ну, нет, я просто... что замороженный, да. Замороженные супы, прям не в контейнерах даже, вот, в пакете. Бутылка лопнула. Место мало занимает, ну, то есть морозилки, знаешь, прям в пакет. В пакет? Ну, да, пакет такой. Плотный, я знаю, такой пакет, да. Круглая как таблетка, а там суп. Ага. Понял, что, 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 что только не, что только не придумали в этой Москве, друзья. Да не, сейчас и в регионах всяких доставок тоже много. В регионах полно. Да. Там у них, кстати, вообще бизнес, мне кажется, расширяется не только в плане еды, а вообще модные всякие там одежды. Мне кажется, в регионах даже интереснее. Из регионов идет, кстати. Потому что к нам большинство из регионов приходят. Все вот эти костюмы. Я оставаюсь в Новосибирске заказывать костюмы. А в Новосибирске почему-то какая-то большая, видимо, мека отшивальнической темы. Я уже сколько лет заказываю там в одном и том же месте эти костюмы для путешествий. Так, ребят, давайте подписываемся на канал, рекомендуйте идеи новых видео в комментариях. Вот этот морс смородина, он что-то сладковатый все-таки показался. Вот первые два выпил, они не такие сладкие. Пластик мы вот так вот делаем и потом утилизируем. А потом, ну, то есть со всего поселка собираем его, его продают, его продают, деньги капают, они потом идут на баланс. Мы не платим за вывоз пластика, потому что получается, что мы его продаем там. Да, взаимозачеты, да. Взаимозачеты. Вот так. Так что, может быть, как-нибудь сниму, друзья, про вообще, жид-быт, как вообще, осознанно. Ну, мы не слишком там фанаты, прям все. Мы и пластик покупаем, и пакеты там, но вот стараемся. Батарейки отдельно сдаем, пластик отдельно сдаем. На стекла пока нет, так бы еще и стекло. Угу. Угу. Говорит, что будет стекло. Субтитры создавал DimaTorzok,